А перед началом видео хочу рассказать вам, что на РВГМ появились комплекты Outbreak паков. Тех самых, что можно было купить во время одноименного ивента. Три комплекта на 10, 20 и 30 паков. Перед покупкой советую ознакомиться с пользовательским соглашением Ubisoft. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, мой хороший Кибана Мейнер. Это один из самых популярных персонажей на стороне атаки. Маневренный, опасный и сука хитрый оперативник. Конечно, как и во всех других случаях, насколько позволяет это развивать игрок. Потенциал и полезность оперативника раскрывается, как и в случае с термитом, только благодаря изобретательности игрока. И даже в большей массе его импровизации. Хибана за счет своего гажда способна подстроиться под любые условия и почти под любого противника. Не зря Ю, пикрейт на просцене один из самых высоких. И чаще всего она там, где термиту работа не по зубам. Стоит ли равняться на просцену? Нам с вами, любителям и новичкам, конечно нет. Но рассказываю я вам не для этого, а только для того, чтобы вы понимали, какой груз ответственности в игре вы на себя берете, покупая этого оперативника. Начнем по традиции с оружия. Прежде всего я хочу отметить еще раз, что рассказываю только свои ощущения от оружия и ваши могут не сходиться в плане удобства обвесов. И это замечательно, если так. Значит, вы чувствуете свою зону комфорта и без труда сможете подстроить оперативника под себя. Я поиграл на всех обвесах и насадках на ствол, что касаемо их. Я долгое время бегал с пламя-гасителем. Так как в пользовательском режиме при стрельбе короткой очередью лучший результат, и это факт. А за Хибану так зачастую получается стрелять, поскольку единственный небольшой минус ее штурмовой винтовки – это маленький по емкости магазин. Всего на 20 выстрелов. После нескольких экспериментов я все же нащупал самые удобные для себя обвесы. Это прямая рукоятка, дульный тормоз и окок. Именно дульный тормоз, по ощущениям, вопреки всем законам, дает ту самую стабильность, которая мне нужна на этом оперативнике. Поэтому советую начать именно с этого оружия и этой комбинации. А по ходу игры, даже если вам будет все устраивать, лучше перестраиваться и все же убедиться, как и почему какой-то определенный обвес для вас удобней. Что касаемо второстепенного оружия, то здесь еще бы менее года назад я определенно посоветовал бы вам взять ПП. Но после некоторых обстоятельств, которые вы могли не застать, многие ПП в игре потерпели изменения. Не в лучшую сторону. И стали, так скажем, менее играбельны. Не каждый опытный игрок готов контролировать бешеную отдачу после их нерфа. Именно поэтому настоятельно советую начать именно с пистолета ПА-229. Либо с дульным тормозом, либо можно установить глушитель для бесшумного устранения ловушек и камер противника. Пистолет очень надежный и легкий в обращении, но при том, что имеет серьезный урон, целых 50 единиц. То есть 2-3 попадания и противник зарядом нескольких исключений слег. Также преимущество пистолета, что бег с ним в руках немного быстрее, чем если бы вы бежали с основным оружием или с ПП в руках, наподобие фичи с ножом из КС. Так с оружием вроде бы разобрались. Теперь давайте приступать непосредственно к гаджету. Тут важно понимать его механику. У вас 3 заряда по 6 спиннеров. И тут, внимание, они работают не как пробивной термита одним взрывом по всей площади. А у каждого спиннера своя детонация и 40-мм площадь пробивания стен как укрепленных так и нет. Взаимодействие с командой в плане связок и их контров точно такие же, как у термита. Не буду заново рассказывать, лучше ознакомьтесь после видео с роликом. На ссылке на него будет аннотация в конце. Важным плюсом перед термитом является то, что гранатомет Хибана работает дистанционно. И вы можете совершать пропилы в стенах совершенно из любой безопасной позиции. Главное, чтобы цель была в зоне видимости гаджета. Хибана зачастую используют именно для вскрытия люков. Во-первых, спиннеры не обладают большой площадью. И даже используя все 3 заряда, вы не сможете, так сказать, создать полноценный пропил для вас и союзников. Скорее у вас получится узкий проход в ад. Так как противнику будет легко воспринимать на узком проходе через него. Так что лучше всего сконцентрироваться именно на люках. Здесь вы куда мобильнее. Для термита это достаточно опасная работа, поскольку весь пол простреливается. И зачастую снизу стоит какой-нибудь пульс с уже зараженной С4, которая, скорее всего, отправит вас в путину. И как только вы ступите на пробиваемое покрытие кухонной комнаты. А вот Хибана как раз может удобно и безопасно для себя сделать брешь в этом люке. Я зачастую делаю это именно с окна при помощи каната. Так меня не достать взрывом, и если враг задумает хитрость с прокидом С4 сразу после пропила, то я буду в безопасном расстоянии от эпицентра гребанной катастрофы. Итак, давайте закрепим. Для начала возьмите для себя главной задачей это пропиливание люков и устранение мировских окон, которые мешают зайти на точку. Естественно, если стена с окном не под напряжением тока или глушилки. Насчет люков. Ранее для создания бреши в нем было достаточно всего одного спиннера, и люк поддавался. Теперь этого недостаточно, и у вас должно быть на люке прикреплены как минимум 4 спиннера. Так что хотите вы или нет, но у вас не будет никакой гарантии даже после запуска гаджета, что их никто не устранит из какой-либо соседней комнаты. Либо импактом все сразу, либо с оружием будет достаточно всего 3 выстрела, и люк останется почти целый. Поехали дальше. Если где-то хорошо копался враг за стационарным щитом, и вы никак не можете его оттуда выкурить, то можно пойти на маленькую хитрость. Конечно, спиннеры не зацепятся за щит, и уж тем более не станут его пропиливать, а вот зато если он установлен на пробиваемом полу, то можно выстрелить на него рядом с щитом и устранить укрытие противника. К сожалению, с колючей проволокой этот трюк не работает. Случается так, что не взяли термита, но нужен проход, допустим, в кишку, в той же карте клуб. Вас могут попросить об этом тиммейты, потратить один из трех зарядов так, чтобы он смог туда проникнуть. Если вы не знаете, то фишку вы, скорее всего, сделаете пропил снизу, предложив вашему тиммейту проползти. Все как бы логично, но очень опасно, друг мой, поскольку во время того, пока он будет там корячиться, ваш напарник очень уязвим. Если взять от пола расстояние примерно равное высоте одного спиннера, то вы сделаете пропил одним зарядом так, чтобы оперативники смогли пройти без проблем в него сидя, что куда профитнее, нежели первый вариант. Также не забывайте, что на каких-то гаражных воротах может понадобиться ваша помощь термиту. Вместе вам будет куда проще обойти бандита. Вы пилите, допустим, левую сторону, а термит одновременно правую. Бандиту придется отступить, так как если вы сделаете синхронно, он не сможет законтрить сразу две стенки. При одном маленьком условии. Что после первой установки полоски спиннера вы сразу активируете ее, а потом уже продолжаете выстреливать остальными. Иначе это займет очень много времени, и ваш противник получит шанс на успешную оборону ключевой стены. Хибана настолько универсальна, что может делать небольшие отверстия в стенах по типу того же Маврика. Да, конечно, громко и палевно, но все же пару раз такое видео, когда в эту дырку потом залетала борода и потихоньку убивал. Правда, у него тогда был один щитно-штурмовой, и он был неубиваемый. Но попробуйте, почему нет, Маули сработает. Этих советов вам вполне должно хватить для старта. Я надеюсь. Но в целом, если вы приобрели игру совсем недавно, то лучше воздержаться какое-то время от выбора этого оперативника. Хибана полезна только в тех руках, которые хорошо знают карты и механику игры. Но если вы уже все же взялись, то выжимайте из себя максимум для команды. Даже если вы не убиваете, но делаете нужную работу для команды, вы полностью оправдываете свой выбор. О Хибане можно распинаться часами, но вам лучше будет почувствовать самим, нежели какой-то дурачок с экрана будет что-то вам втирать. Если вам было полезно это видео, то не поленитесь и поддержите его, поставив палец вверх. Если проходняк, то вниз. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока-пока. Уёбывай! Уёбывай! Не с твоим воимом! Не сегодня! Смотри! Лерочка, спасибо тебе большое! Да ладно, блядь! Сука! Сука, блядь! Я на донат отвлекся, короче, подвлекся. И перилу! Перилу, блядь! Перилу! И еще раз перилу, блядь! Обожаю перилы! Меня прям манит на них! Субтитры сделал DimaTorzok